Можно узнать, каким образом вам Бог говорил, что нужно покупать печки во сне или наяву. Это комментарии под историей, где я рассказывала о том, что во время коронавируса у меня было много источников дохода, потому что в рай входят четыре реки обеспечения, поэтому это воля Божья, чтобы у нас было четыре реки обеспечения. У многих один источник обеспечения, и то он уже пересох и ссох, высох. Потому что безденежные – это проклятие, и люди просто отдались проклятию, и поэтому у них даже одна река не работает. Поэтому Бог всегда говорил ко мне, что надо четыре реки обеспечения. Поэтому у меня до войны было четыре полноценных, четыре реки обеспечения. И вот когда начался коронавирус, один из источников, кроме того, что я психотерапевт и психолог, душепопечитель, наставник для очень многих людей, тренер, у меня была своя пирожковая. И вот начался коронавирус, и все начали закрываться. И я, конечно же, тоже чуть не поддалась всеобщему коллективному состоянию. Тоже начала задумываться, потому что санэпидемстанция, там много было подводных камней. И я уже была практически на грани размышления. Но обычно в такие моменты я иду к Богу и начинаю молиться. Поэтому Бог мне говорит наяву, я разговариваю с Богом. Хотя у людей есть такая установка, если Бог говорит тебе, это шизофрения. Когда демоны говорят человеку, это нормально. А вот если Бог говорит, то это шизофрения. Видите, да, где некорректные установки. И я пошла молиться и стала взывать к мудрости и милости Божьей, чтобы он мне показал путь. Потому что вот здесь в развилке, когда ты думаешь или сюда пойти, или сюда пойти, Бог Альфа и Омега, начало и конец, он знает конец ситуации, когда ты не знаешь начало. Ты вошел в этот коронавирус, и ты не понимаешь, чем это все закончится, и чем для тебя это опасно. Поэтому, конечно, я, как и все, хотела закрыть бизнес. Но все-таки что-то, знаете, вот тут внутри, как будто бы какая-то часть меня говорила, подожди, 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 подожди. А как раз перед коронавирусом уже были деньги, и я хотела покупать еще одну печку. Для этой пекарни. Но деньги лежат, и я думаю, тогда я подожду конца коронавируса, прикрою сейчас эту пирожковую, и когда коронавирус закроется, знаете, так как всегда думаешь, что потом. И вот в этот момент Бог проговорил мне. В тот момент, когда все продают, это время начать. Это время действовать. И говорит, ты хотела печку купить? Покупаю ее сейчас. И как раз сосед продавал те самые, и я хотела новую купить за десятку. Сосед продавал за десятку две, я купила. И мы расширили территорию, и пошла прибыль, потому что все начали закрываться, а я начала расширяться. И у нас пошла очень хорошая прибыль. В тот момент, когда у других не было прибыли. Вот что значит быть благословенным. Вот что значит, когда...